Ну а в Астане, где сегодня состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, обсуждали развитие энергетического рынка и транспортной инфраструктуры. Речь шла о проекте договора в сфере пенсионного обеспечения. Он позволит при завершении трудовой деятельности учитывать любые пенсионные накопления, независимо в какой из стран союза они сделаны. Большое внимание на встречу уделили и взаимодействию в сфере торговли и мерам по углублению экономической интеграции. Та экономическая статистика, которой мы располагаем, говорит о конкретных результатах нашей совместной работы. И эти результаты неплохие. За первые четыре месяца более чем на четверть вырос объем внутренней и внешней торговли Евразес. Все без исключения страны укрепили свое присутствие на внешних рынках. Объем экспортных поставок увеличился примерно на 10%. Для того, чтобы закрепить эту динамику, нужно и дальше совершенствовать правила ведения бизнеса, развитие кооперационных проектов. Ну и задача на ближайшую перспективу выполнить подготовленную Евразийской комиссией дорожную карту по снятию барьеров в промышленности, аграрном секторе, в энергетике и техническом регулировании. Также в рамках пребывания Дмитрия Медведева в Казахстане состоялась его встреча с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и двусторонней консультацией с главами правительств Киргизии и Армении. Еще одним пунктом программы визита российского премьера стало посещение выставки Экспо-2017, которая сейчас проходит в Астане. В павильоне России он подробно знакомился в том числе и с программой освоения Крайнего Севера. Продолжение следует...